На телеканале РБК Омск интервью. Меня зовут Мария Васькова. Здравствуйте. Сегодня поговорим с известным лингвистом Владимиром Карасиком. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали в Омск на международную конференцию «Речевая коммуникация в современной России». Расскажите, какие проблемы обсуждались? Обсуждались проблемы современного общения. Омск – это один из крупнейших лингвистических центров страны. Здесь работает очень хорошая команда во главе с известным профессором, доктором наук Оксаной Сергеевной Исерс. Сейчас ученые изучают особенности общения в современную эпоху. Общение на русском языке, в общем-то, и не только на русском языке, а новые требования, проявляемые к общению. То, каким образом интернет повлиял на нас всех, какими мы стали в результате этого в нашем общении. Вот, кстати, по поводу интернета. Как на нас все-таки повлиял интернет? И можно ли сказать, что многие сейчас замечают, что именно из-за интернета уровень грамотности современного населения достаточно активно снижается? Интернет существенно повлиял на нас всех, как и вообще влияет на всех нас среда. Интернет – это чуть ли не важнейшая среда нашего обитания. Человек проводит время в интернете сейчас, человек активного, среднего возраста, совсем юных, я молчу, очень-очень много времени. Причем интернет – это теперь не только стационарный компьютер, это и планшет, это и мобильный телефон. То есть мы новые кочевники, мы вообще дрейфуем в мире интернета. Скорость жизни резко увеличилась, и образы, которые нами управляют, стали несколько другими. Из-за увеличившейся скорости жизни иногда не хватает времени обдумать, просто сесть, спокойно посмотреть, что вокруг. Не хватает времени почитать хорошие книги. Хотя я должен сказать, что читают много. Другое дело, с какой целью читают. Но ведь и раньше читали очень часто просто с целью занять себя. Возникают новые формы общения, возникают новые понимания того, кто такой твой друг, с кем можно дружить, а с кем можно, как сейчас говорят, расфрендиться. Возникают новые представления о том, кто мы сами. Вообще очень существенно влияет на нас виртуализация общения. Это на самом деле мы или это мы думаем, что это мы? Мы чувствуем так или это нам кажется, что мы это чувствуем? Вот это существенно влияет. Конечно, словарный запас наш, к сожалению, очень большому сокращается. Значительное место стали занимать слова, которые мы, как лингвисты, называем «эквиваленты междометий». Просто выражения, замещающие выкрики междометия, вместо того, чтобы сказать «я рад вас видеть, вы мне очень симпатичны», я просто говорю «вау!» или еще что-нибудь. То есть это игра. Игра по правилам, по определенным, отчасти зависящим от нас, отчасти уже и не зависящим от нас. Кроме того, что вы перечислили, какие еще тренды в современном русском языке вы можете выделить? Увеличение юмора. Причем определенные типы юмора стали преобладать. Я бы сказал, что… Я надеюсь, что я не ошибаюсь, но несколько сокращается доля черного юмора, который нас захлестнул в 90-е в начале нулевых, со всеми остальными отрицательными характеристиками. Увеличивается доля абсурдного юмора, который вообще присущ в русской культуре. Это способ преодоления абсурда. С улыбкой преодолеваем абсурд. А с чем это связано? С окружающей действительностью? У нас абсурда стало больше, получается? Абсурд – это стабильная категория. Мы стали воспринимать многие вещи как абсурд. А абсурд – это отсутствие смысла там, где смысл должен быть. С этим жить невозможно. Если смотреть на абсурд серьезно, тогда выход очень тяжелый, который предлагали французские экзистенциалисты. Это очень тяжелый выход. В России с этим справляются проще. Справляются с улыбкой. Справляются, высмеивая абсурд. То есть мы говорим, да, ситуация невозможная в ряде случаев, да, понять ее невозможно, посмеемся над ней. Вы говорите, что русский язык меняется, новые тенденции возникают. Это все-таки хорошо или плохо? Или в данном случае консерватизм предпочтительнее? Вы знаете, есть диалектика. Это и хорошо, и плохо одновременно. С чьих-то позиций хорошо, с чьих-то позиций плохо. Язык – это живой организм. А все живое меняется. Значит, у нас появляется что-то новое, к чему мы готовы. И уходит то, с чем иногда расставаться жалко. А также с чем иногда расставаться и совсем не жалко. – А что у нас ушло из того, с чем расставаться как раз не жалко? – С чем расставаться не жалко – казенщина, деревянный язык, клише, натянутая улыбка. Натянутая улыбка – радость, которую человек не испытывает, а имитирует. Это ушло. Мы стали общаться гораздо более искренне. В ряде случаев эта искренность кого-то, может быть, раздражает. Особенно тех, кто говорит «так не принято», «ведите себя как следует». Но это уже беда тех, кто, к сожалению, не может уже быть молодым. – Много ваших работ посвящены именно языковой личности. Не знаю, можно ли так сформулировать вопрос, но тем не менее. Если представить собирательный образ амича, то каким он будет? – Симпатичным. Люди с живыми глазами, со спокойными лицами. Знаете, когда-то у Смоктуновского мне попалось очень хорошее выражение, что более всего ценится в хорошем актере. Это относится не только к актерам. Живые глаза на спокойном лице. Здесь нет дергающегося лица. Здесь есть живые, заинтересованные глаза. Я третий раз в Омске интересный, своеобразный город. Город, живущий своей напряженной жизнью. Город, людей, у которых, конечно, серьезные проблемы. Живые люди. Я не могу сказать, что я посмотрю на человека и скажу, «О, типичный житель Омска». Нет, этого нет. Так же точно, как я не могу сказать, «Типичный житель Саратова» или, я не знаю, Рязани. Нет. Могу сказать, наш современник. Вот наш современник – да. Человек, живущий в сегодняшней России. Да. А с точки зрения языка, у Мечи какие-то особенности есть? Вы заметили? Есть. Есть. Есть омское выражение, которое я узнал, которое и теперь я, так сказать, услышал и знаю, что так говорят именно в Омске. Может быть, и в других городах Сибири тоже. Поставить укол. В других городах так не говорят. Сделать укол. Только. То есть есть целый ряд таких вещей. Это я говорю только об одном. Наверняка специалисты в области русского языка, современной фразеологии найдут очень много подобных слов. Владимир Ильич, спасибо большое. Очень интересная беседа, очень интересное замечание. Я напоминаю эту интервью на телеканале РБК Омск. Меня зовут Мария Васькова. Все выпуски программы смотрите на сайте itv55.ru, а также в соцсетях. Оставайтесь на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова